Последняя версия Debian. На момент снятия видео была Debian 8 Jessie, и она поставляется в 32 и 64-битных версиях. Одним из простых способов опробовать эту систему является использование Debian Live CD, то есть Live образов установки, которые вы можете просто вставить в свой ноутбук или компьютер, и затем загрузиться с них. Если вы не совсем знакомы, как использовать операционные системы на Live CD, в курсе есть раздел, который научит вас этому. Но по большому счету, вам лишь нужно подключить такой носитель к вашей машине и загрузиться с него, если, конечно, ваш BIOS позволит загрузиться с этого носителя. Вы также можете поместить ISO образ на эквивалент компакт-диска в вашу виртуальную машину и загрузиться с него. То есть вы можете без установки системы на виртуальную машину загрузить Debian. Здесь вы можете скачать Live CD, то есть установочные Live образы. Есть 64-битная версия, есть 32-битная. По этим ссылкам вы получите ISO файлы. Вы также можете получить полную версию для установки, адрес страницы на экране, и вы можете скачать здесь соответствующую версию, 64-битную, либо 32-битную. Если вы собираетесь использовать Debian в своей тестовой среде с использованием виртуальной машины, и, собственно, это касается VirtualBox, у вас могут возникнуть проблемы с установкой гостевых дополнений в Debian 8. У меня не получилось начать с ними работу ни при полной установке, ни при Live-версии, ни с помощью версии Osbox. Я использовал следующий фикс для того, чтобы установить гостевые дополнения VirtualBox, чтобы их можно было использовать внутри VirtualBox. Это не слишком трудно. Вам нужно убедиться, что образ диска дополнений гостевой OS смонтирован. Идем в меню «Установка», «Подключить образ диска дополнений гостевой OS». Это должно будет поместить диск в привод виртуальной машины. Если мы посмотрим на диск, вот этот диск. Нам необходимо запустить данную команду. Посмотрим, что произойдет после запуска этой команды. Для начала нам нужны права администратора. Программа СУДА не установлена. Мы можем попробовать ее установить, но получим ошибку. Так что я выполню команду СУ, чтобы переключиться на суперпользователя Root. И давайте попробуем снова. И мы получаем некоторые ошибки здесь, которые сообщают о том, что модуль гостевых дополнений не отработал. Нам необходимо произвести ряд изменений, чтобы убедиться, что дополнения гостевой OS установлены. Прошу прощения за маленький размер экрана. Это по причине того, что не установлены гостевые дополнения. Нам нужно отредактировать файл source.list. Вы можете использовать V или Gedit, или любой другой текстовый редактор, который вам нравится. Это ссылки на репозитарии, которые используют инструменты управления пакетами apt-get и aptitude с целью обнаружения и загрузки пакетов. Эти ссылки в данный момент настроены неправильно. Так что нам нужно поменять их. Нам не нужно, чтобы диск был активным. Это необходимо изменить. Нам не нужно, чтобы осуществлялся поиск установочного диска. Можем добавить эти ссылки. Раскомментируем их. Копируем их. Вставляем сюда. Затем редактируем скопированные строки. Нам нужно, чтобы здесь осталось jc-main. Удаляем тире updates и contrip. Сохраняем ссылки. Сохраняем файл. Теперь нужно выполнить команду apt-get update. И теперь нужно установить несколько пакетов. Это sudo. Технически нам она не нужна для наших целей. Но просто пригодится. И KDS sudo. Пакеты, которые нам нужны, это gcc, dkms, xserver-xorg и xserver-xorg-core. Данные команды установили все пакеты, которые нам были нужны. Теперь мы можем попробовать выполнить команду, которая установит гостевые дополнения с диска. Получилось. Они успешно установлены. Вы можете получить сообщение об ошибке, в котором говорится, что вы не можете запустить этот файл с диска. Так что вам, возможно, придется отредактировать файл fstab. При помощи вашего любимого редактора отредактируйте fstab. Здесь вы можете заменить noauto на exec. Если вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что CD-ROOM не позволяет вам исполнить файл vbox-linux-editions.run. И завершаем с запуском apt-get-update и apt-get-dist-upgrade, чтобы обновить систему и чтобы все было готово. У нас получилось. Полный экран с работающими без проблем гостевыми дополнениями. Есть несколько книг, которые вам стоит прочитать. Проверьте по этой ссылке список книг по Debian. Некоторые из них бесплатные и доступны онлайн. В частности, вот эта книга весьма хороша. Бесплатно, доступно онлайн. Руководство администратора Debian. Эта книга также свободно распространяется. Доступно онлайн. Зацените, в примерах, которые я показываю, используется среда рабочего стола Gnome. На тот случай, если вы выберете, какую среду рабочего стола использовать во время установки Debian.